Вот так выглядит человек, который только что проснулся. Монеты на все платформы приобретают у моего партнера Наро Даймонд Низкий, курсы моментальная доставка, ссылку для тебя я оставлю в описании. Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Аниня, и сегодня, 23 мая, я решила поиграть в FIFA с утра, покатать дивизионы, всё так классно было поначалу. Первый матч я вела 4-0, и во втором тайме меня вышибает из серверов. Я думаю, ладно, фиг с ним, сыграю ещё один матч, мало ли, может у меня интернет лагает. Что вы думаете? Я опять веду 2-0, и меня опять вышибает из серверов. Так прикол будет дальше. Прямо сейчас, вот буквально минуту 2 назад, я позвонила электроник артсам по телефону, у них там поддержка отвечает бот, по типу, наш разговор записывается, терра-пыра-восемь дыра, и мне говорят, типа, если вы хотите создать новую заявку, нажмите 1, если вы хотите, там, созданную заявку обсудить, нажмите 2. Но понятное дело, что заявки у меня никакой нет, и я нажимаю 1, и что мне говорит бот? Это, это просто пиздец, товарищи! Он мне говорит, извините, я вас не понял! Я вот, даже, знаете, я при вас позвоню электроник артсам, хочу очень поговорить с ними, вообще спросить, почему так? Вот, собственно, их номер, самый первый. Я ставлю на громкую связь и буду сейчас им звонить. Здравствуйте, спасибо за ваш звонок в электроник артсам. Добро пожаловать в техническую поддержку в электроник артсам. Ваш звонок может быть записан в целях улучшения качественного обслуживания. Нет желания ждать в очереди? Позвольте нам связаться с вами. Для создания запроса, пожалуйста, следите. Ссылки к l.ia.com. Понятное дело, что по почте с ним связаться нереально, они просто не будут отвечать. Поэтому я решила им сразу позвонить. Сейчас главный момент. Если вы звоните относительно существующей заявки, пожалуйста, нажмите 2. Я нажимаю клавиатуру, нажимаю 1, нажимаю вскрыть. Извините, но я вас не понял. Сука, как это понять? Извините, я вас не понял. Ну ты же бот! У меня просто нет слов. Знаете, с четвертого раза я все-таки дотыкалась, и дальше было еще хуже. Давайте еще раз. Если вы звоните, чтобы открыть новую заявку, пожалуйста, нажмите 1. Если вы звоните относительно существующей заявки, пожалуйста, нажмите 2. Вопросы FIFA, нажмите 1. Вот! Видите? С третьего раза все-таки дошло. По поводу FIFA. У меня вопрос по поводу FIFA. Извините, но я вас не понял. Как понять, сука, ты меня не понял? По вопросам FIFA сколько раз можно нажать 1? Как это? Вы представляете, это такая огромная компания Electronic Arts. Сука, у них лагают сервера, у них лагает все. Просто они делают безобразные игры, так у них даже техподдержка не работает. Я нажму еще раз 1. Я хочу задать вопрос по поводу FIFA. Извините, но я вас не понял. Как ты, блять, меня не понял? Я нажимаю 1. Робот, очнись! Извините 1. Battlefield, нажмите 2. По вопросам связанных с Синт 3, нажмите 3. По всем другим продуктам нажмите 4. Мы нажимаем 1. Подождите на линии. Вот видите? А может, вы много ответят? Я вы доступный консультант. С пятого раза они все-таки поняли. Подождите на время ожидания. Три минуты. Здравствуйте. Я вот играю на PlayStation 4 в FIFA. Играла сейчас в дивизионах. И почему-то два матча, когда я ввела, 4-0 меня выкидывала из серверов. И писала, что у вас технические работы. Но перезаходя в FIFA, у вас технических работ нет. И я спокойно захожу в Ultimate Team. Вот. И я просто хочу взять титул в дивизионе. А мне Electronic Arts этого не дают. При том, что я даже выигрывала. Меня просто выбрасывает из серверов. И с интернетом у меня все в порядке. Может быть, неплохие дела с настройками. Но давай мы будем проверить тогда. А у вас есть адрес электронной почты, который вы сможете подсказать? Например, на сайте EA. Вы зарегистрированы? Я не помню, зарегистрированы или нет, но могу почту дать. 6 собака gmail.com Ну, я сейчас играю на другом аккаунте. И вот, на котором меня вышибает, я не знаю, к какой почте привязан этот аккаунт. Я просто не помню. А вот к старой там, по-моему, бан висит. 867 632 Спасибо большое. Так, ну что ж, я в принципе нашла аккаунт по адресу электронной почты, который вы мне продиктовали. Тут вполне возможно, что могут быть из-за этого проблемы. Потому что на вашем аккаунте стоит банк. И в принципе, поскольку такая вот у вас проблема, ее надо решать. Я думаю, что в принципе, если все разрешится, то и не возникнет будущих проблем с подключением к игре. Я вот полагаю, что будет так. А вот еще хотела вопрос задать. То есть мне никак мои две игры там, да, не дадут там какой-нибудь драфт, еще что-нибудь там, компенсация, скажем так. Походу, как забанен, я, к сожалению, ничего не могу сделать. То есть тут надо уже проблему решать. В течение, как правило, трех рабочих дней, чуть больше бывает, но, насколько мне известно, обычно не очень в этом плане быстренько работают. Так что, подождите, вам объяснят все проблемы и так далее. И уже, я думаю, что можно как-то будет это урегулировать. Но, опять же, ничего не могу гарантировать пока что. Пока это очень бывает. Хорошо. Спасибо. Если вы какие-то вопросы будут, то звоните. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Весь, собственно, дурдом вы слышали сами. Что я могу сказать? Да, вот по поводу почты, то, что на том аккаунте, на котором играю я сейчас, я не помню, к сожалению, почту, но сейчас уже в PSN не посмотрела. И я просто удивляюсь, а как связаны два аккаунта между собой. Это разные, блин, это разные созданные аккаунты. У них разные мейлы, разные проли, разные PSN. И вообще, Electronic Arts, как бы, ну, понятное дело, что сервер один, но как аккаунты связаны между собой, этого не понимаю. Почему-то UFC, она не лагает, и там сервера не вышибает. А вот в FIFA сервера вышибают постоянно. И, собственно, пока они не разберутся с моим паном, который уже аккаунт у меня был заванен, наверное, полгода назад, и меня на него глубоко насрать, они ничего мне не вернут. Ни игры в дивизионах, ни в футдрафт, никакую компенсацию они мне не дадут. Поэтому в какой раз я уже убеждаюсь, что Electronic Arts это просто, я не знаю, это какие-то люди, которые вот, на самом деле, вот стоят на расстоянии и говорят, что положи мне 23-ю хромосому в мешок, и никто не пострадает, понимаете, вот что-то типа такого. Не буду говорить дословно про кого, но если вы понимаете про хромосому, вы, наверное, поняли, кто работает в электроне партии. Поэтому вот такой у меня видосик вышел. Вообще, я не ожидала, что он будет, честно. Не ожидала, что с таким столкнусь. Ну вот, как-то так. Поэтому с вами была Ининя, до скорых встреч, пока.